Глава пятнадцатая И залпы тысячи орудий А мне вот все время было интересно узнать Что это за млако такое особенное, мажайское И почему его называют топленым Проговорил Мишка, разглядывая в туском свете плафона Этикетку на бутылке, из которой только что запивал свой утренний бутерброд Друзья решили позавтракать прямо на ходу в машине Чтобы успеть к рассвету на поле боя Особенное оно из-за особого способа приготовления Взялось объяснять Люся Ну и потому что вкус у него тоже особенный Придумали топленое молоко не в мажайске, конечно Это традиционный национальный напиток восточных славян Никто в мире, кроме нас, не знает, что это такое Даже переводные иностранные и неславянские языки Для этого напитка не существует Суть рецепта заключается в том, что молоко долго, на протяжении нескольких часов Томят при высокой температуре, но не дают закипать Раньше это делали в печи Теперь на молокозаводе Раньше делали, чтобы в несколько раз увеличить срок хранения Теперь ради особого вкуса А я не люблю топленое молоко Ставил Мышковский Зато с удовольствием ем варенец Который из него делают Где там, кстати, мой варенец? Сейчас жахнем по стаканчику и сразу проснемся Юный историк Леночка заняла место штурмана на переднем сиденье А Мышковский перекочевал на пассажирское сиденье в трюм Как он пренебрежительно назвал салон бегемота Куда ехать? Спросил капитан Поедем на центральную батарею Ответила Леночка Вскоре друзья приехали на место И их взору предстали огромные просторы и пики Возвышающихся там и тут памятников, монументов На местах всех важнейших событий сражения Леночка начала свой рассказ Некоторым Бородинское поле представляется буквально как поле Вроде гигантского футбольного На холме стоит Кутузов И как тренер футболистами командует войсками На деле же сражение происходило на огромной по площади местности Существовало множество узловых укрепленных точек На которых происходили ожесточенные бои Преддверием был бой у деревни Шевардино Где необходимо было задержать французов Пока наши войска выйдут на позиции и приготовятся к сражению Леночка, как заправский гид, показывал руками во все стороны Ветерок обдувал ее ситцевое платье Ярко, но не жарко светило утреннее и летнее солнце Вся эта мирная радостная картина Никак не позволяла представить то страшное побоище Которое происходило здесь 200 лет назад Бои шли по многокилометровой линии вдоль речки Калоча От старой смоленской дороги до деревни Маслова С деревни Бородино в центре Командование нашими войсками во главе с Кутузовым Находилось чуть в глубине, у Татариного Первый удар пришелся на земляные оборонительные укрепления Князя Багратиона Вошедшие в историю Багратионовой флеши На Семеновском кургане Чуть в стороне шли бои на старой смоленской дороге Вокруг Утицкого кургана Самым центром сражения стала батарея Раевского Или центральный курган Сюда мы и приехали Как видите, совсем не похоже на футбольное поле Прокомментировала Леночка Совсем не такое ровное Повсюду бугры, ручьи, овражки И чуть побольше, верно? Обратилась она к друзьям Взором не объять Подтвердила Изольда Марковна Да, не все участки Кутузов мог видеть Даже до начала боев А уж когда над всей округой повисли клубы порохового дыма Вообще мало что можно было разглядеть Пушки швыряли ядрами И увернуться от них было невозможно Да и считалось, что это неприлично храброму солдату Представьте, что вы играете в вышибалы Только вышибают вас не единственным мячиком А одновременно десятками чугунных ядер Вышибало артиллеристы И их мячики ядра безжалостно, без разбору Сметают и рядовых, и генералов Так, например, погиб командующий артиллерией генерал Кутайцев Казалось бы, не может быть такого, чтобы повелитель ядер и предводитель артиллерии Особой важности полководец Вот так вот раз И перестал существовать Но таково было страшное месиво Бородинского сражения В какой-то момент Кутайцева потеряли из виду И помощники-адъютанты долго искали его повсюду А нашли только коня Его коня Точно так же не нашли и полковника Гевардовского Адъютанта главнокомандующего Барклая-де-Толи Уехавшего с поручением в домовую завесу У деревни Бородино Лошадь вернулась к своим А полковника так и не нашли Люся передернула плечами Настасья Архиповна молча смотрела на поле боя Изольда Марковна отчетливо слышала звуки орудий И невольно втягивала голову в плечи Да, это был страшный день Самое кровопролитное однодневное сражение в мировой истории Погибших собирали и хоронили всю осень и зиму Проговорил Мышковский Сейчас война так же страшна и ужасна Но эпоха бессмысленных генеральных сражений прошла Больше никогда не будут стоять друг напротив друга Сотни тысяч вооруженных готовых к смерти людей Стратегические цели будут достигаться стратегическим оружием А не стратегическими сражениями Конечно, поддержал Мишк Угроза ядерного оружия превратила войны в бесконечные вереницы вооруженных локальных конфликтов Большие державы больше не воюют между собой А играют мускулами в маленьких странах Война стала бизнесом Державы воюют ради рекламы Демонстрируют силу своего оружия с целью повышения продаж Ничего себе картину мира-то нарисовал студент Сыро не заметил капитан А что, разве не так? Ну, в целом так, если не вдаваться в детали Правда, в деталях обычно вся суть и кроется Ладно, давайте вернемся от современной геополитики к истории Пресекла дискуссию Людмила Петровна Пусть нам Леночка про Бородинское сражение расскажет А я, друзья, вчера долго думала И решила, что не буду рассказывать вам о самом сражении Мы могли бы проехаться по позициям Посмотреть, где кто атаковал Где кто оборонялся Описать кровавые сцены того, как гибли десятки тысяч людей Но мы ведь с вами не на лекции в Академии Генштаба И в такой хороший день Совсем не хочется думать о чем-то страшном Поэтому я решил рассказать вам о чем-то светлом Женщины заметно повеселели И с облегчением выдохнули О чем же Леночка полюбопытствовала Изольда Марковна? О бедном красавце-гусаре В этом месте поподробнее встрепенулась Настасья Архиповна Ну в самом деле, за что школьники не любят историю? Начала Леночка За скучных учителей Отрезал Мышковский Вспомню своего школьного историка Нет, возразила Леночка Я бы сказала За скучную школьную программу Превращающую учителей в скучных лекторов Которые уже и сами не помнят За что полюбили в юности свой предмет Бесчисленные даты Бесконечная череда важных Но совершенно неинтересных исторических деталей Безликих Лишенных человеческого образа Характера Школьная история Превратилась в энциклопедический список Ненужных данных Необходимых к запоминанию Ради оценки За что же ее любить? Ну ведь ты полюбила Вот и расскажи нам за что Потребовал капитан Две вещи Непрестанно увлекают людей в истории Причинно-следственные связи И замечательные люди С их страстями Увлечениями Стремлениями Слабостями И подвигами Неудачами И свершениями Насчет людей Я согласен Но вот про причинно-следственные связи Ты загнула Что тут может быть интересного? Высказал свои сомнения Мышковский Как это? Удивился Мишка Вставая на защиту Леночки Это же в любой науке Самое интересное В этом же самое увлекательное Не тупо запомнить Что произошло А разобраться Почему Это и в географии так же Интересно не в том Чтобы, например, запомнить Где какие горы находятся А почему они там находятся Как они образовались И почему Как они вследствие этого Влияют на окружающий мир В планетарном и местном масштабе Причины и следствия Вот и в истории так же Ну в самом деле Почему вдруг Ни с того ни с сего Англичане Прихватив французов и турок Приплыли в Крым И осадили Севастополь Что они там забыли Вдалеке от Туманного Альвиона И любых своих колоний Причем здесь неосторожный Легкомысленный флир Царственных особ И уж совсем причем здесь и Индия Где Крым А где Индия А и правда Задумался Мышковский А потому что вся история Это одно большое Почему Потому что все происходящее Имеет причины Предпосылки Когда-нибудь я отвечу На все эти вопросы Про Крымскую войну И расскажу вам Про большую игру Но сейчас давайте вернемся К отечественной войне 812 года Точнее не к войне А к одному ее Яркому персонажу Гусар Напомнила Настасья Архиповна Да Но пока еще не гусар Пока еще здесь Прибородено Адъютанту Главнокомандующего Барклая Во все времена На адъютантов В войсках Да и в миру Смотрели с пренебрежением Штабной Вестовой Пригрелся на тепленьком Местечке Возле командира Чего только не говорят Об адъютантах Но только ведь Все зависит от человека А не от должности Адъютанты Стали настоящими героями Баратинского сражения Под огнем противника Они летали на своих Лихих конях С позиции на позицию Обеспечивая управление Войсками Их взаимодействие И согласованность действий Конечно Раз это тогда не было И проводных телефонов Не было Только лично Можно было сообщение передать Перебил Мишка Леночку Который кивнув Не замедленно продолжит В самые трудные минуты От имени своих командиров Адъютанты Будучи и сами Обученными полководцами Только не получившими Еще под команду Собственных войск Принимались Стремительные решения И спасали ситуацию Направляя подвернувшиеся Подразделения В контратаки Адъютанты Баратинского сражения Вошли в историю И одним из них стал Конечно же Сеславин Друзья расположились На траве Кто прилег Облокотившись на локоток Кто присел Леночка тоже Устроилась поудобнее На клетчатом пледе И рассказывала Рассказ ее Начался издалека Потому что она хотела Как можно ярче Описать человека А не только его подвиги Не знаю Что сыграло свою роль Может то Что юный Саша Рос в бедной дворянской семье В глухой ржевской деревне И ужасно хотел Вырваться в большой мир Может быть Постоянное соревнование Со своими Четырьмя братьями И шестью сестрами Фи Присвистнул Мышковский Ничего себе Поддержал капитан Мне вон Люся Одна Скольких нервов стоит О Смотрите Как зыркнуло Да-да Мадагодетность У сельских дворян Была обычным явлением А может и сама фамилия Заговорила Сеславин Всем славин Но вырос в итоге Мальчик Саша Настоящим искателем Приключений Невероятно Жаждавшим Славы Если бы он родился Чуть пораньше В Англии Или во Франции То непременно Стал бы Карибским корсаром Но и в его время В России Ему удалось Реализовать Свои мечты О военных подвигах Дальних странствиях И славе Всего этого Хватило бы На десять жизней Но ему До самого конца Казалось мало Особенно славы Очень хотелось Всеславину славы Наверное Страсть к всеобщему признанию Была его слабостью Но как нередко случается Человеческие слабости Или страсти Придают им Небывалые силы И приносят Грандиозный успех На любимом поприще Так стало И с Александром Это стремление К признанию Не только привело Его к легендарным подвигам Но и сделало Человеком Который По словам Дениса Давыдова Всегда сохранял Изящное благородство Чувств И мыслей Хотя и был Чрезмерно вспыльчив И горяч Это какого Дениса Давыдова Гусара Предводителя Партизанского отряда Уточнил капитан Его самого Он кстати Сам тоже Из-за дютантов При князе Багратионе Прослужил пять лет Короткий срок Из глухой деревушки Александр Выбился В придворную Царскую свиту В семнадцать лет Стал подпоручиком Царской лейб Гвардейской артиллерии Причем И гвардейцем Он стал не случайно А благодаря Своей решительности Когда царь Павел I Приехал с визитом В кадетский корпус Где Саша с братом Проходили обучение Первый Не стесняясь Сам решительно Подошел к нему С приветствием Разговорились И вот уже Через несколько дней Они с братом Зачислены В царскую гвардию Казалось Выше не взлететь Гвардейский мундир Светские балы Вечеринки Но за ними Оказалась Бессмысленная Рутина Мирной службы Вышагивания Парады И обременительные Долги Потому что На скромное Жалование Невозможно Вести Беспечную Столичную жизнь Подобающую Гвардейцу Через семь лет В чине всего лишь Поручика Сеславин Подает В отставку Тяжелый Был наверное Момент Для юного Сеславина Стремительный Взлет Горечь Поделения И полная Неопределенность Ведь у бедного Дворянина Не было за душой Даже собственного Имения С которого Можно было бы Получать доход Верно Говорят С большой высоты Больней падать Неизвестно Как все могло Сложиться Но Сеславин Воспользовался Перерывом Чтобы получив Отличную Стряску Все переосмыслить Отставка Получилась Коротким Отпуском В том же 1805 году За семь лет Добродинского Сражения Узнав о том Что мирная жизнь Заканчивается И Россия Вступает в войну С Наполеоном Александр Возвращается На службу Ожидаемые Боевые действия Обещали Гвардии Поручику Куда больше Приключений Нежели Рутину Придворной Службы Так он И стал Десантником В смысле Удивился Настасья Архиповна С парашютом Прыгал С каким Парашютом Рассмеялся Мышковский Его же Меньше века Назад Изобрели Не было В то время Парашютов А десанты были Морские Гордо Добавил он Многозначительно Поднимая Вверх Указательный Палец Верно Сеславин Становится Командиром Артиллерии Десантного Корпуса Отправленного Кораблями Из Кронштадта По Балтийскому Морю В Шведскую Померанию Это на Балтийском Побережье Нынешних Германии И Польши Чтобы Двинуться Оттуда Дальше Освобождать От наполеоновских Войск Город Ганновер Наполеон К тому времени Уже долго И успешно Воевал Со всей Европой И Россия Спешила Поддержать Оставшиеся Незахваченными Страны В Центральной И Восточной Европе Сентябрьский Шторм Накрыл Флотилию И будущий Легендарный Герой-артиллерист Гусар Партизан Чуть было Не окончил Свой ратный Путь Бесславно Утонув В Балтийском Море А по прибытии На место Горячего Гвардии Поручика Жаждавшего Боевых Подвигов Снова Ждало Разочарования Ганновер Был уже Оставлен Французами Собравшими Все силы В Австрии Для главного Сражения При местечке Аустерлица Вместо Боев и штурма Десантников Ждали Балы и Пирушки Закончившиеся Отзывом Домой После того Как русская И австрийская Армии Были разгромлены Наполеоном В Аустерлицком Сражении Снова Пошло Время Мирной Службы Наполеон Продолжал Действия В Европе А Сиславин Ждал Возможности Повоевать И дождался Спустя Два года После Бесславного Десанта Его Гвардии Поручика Конной Артиллерии Отправили В Пруссию Охватывавшую Тогда Почти всю Нынешнюю Северную Германию Польшу Прибалтику Здесь Под городом Гельцбергом С невыговариваемым Современным Польским Названием Лицберг В Арминске Ставил Мишка Без запинки Все невольно Посмотрели на него С удивлением И уважением И Леночка Продолжила Прошло Его Боевое Крещение Все Как он Хотел Слава Хладнокровного Умелого В бою Командира Повернувшего В критический Момент Сокрушительным Пушечным Огнем Своей Лихой Конной Гвардейской Артиллерии Ситуацию В нашу Сторон Все Как он Хотел Слава Хладнокровного Умелого В бою Командира Повернувшего В критический Момент Сокрушительным Пушечным Огнем своей лихой конной гвардейской артиллерии ситуацию в нашу сторону ордена на грудь и тут даже ранение ранение, которое осталось с ним на всю жизнь мучая болями и внутренними кровотечениями одно огорчало горячего удальца что пока он лечился боевые действия закончились снова службистская рутина безденежье и добровольная отставка увлекшийся с юных лет скучной службы чтением книг в особенности по военной истории Сеславин чувствовал какую-то тесноту своего мундира гвардии поручика в нем зрел стратег полководец разум обуревали различные мысли о стратегическом будущем страны и вот он наконец придумывает исторической важности прожект составляет упреждающий план ослабления британской империи бывшая тогда союзником россии в борьбе против наполеона британия в то же время оставалась единственной для нее мировой угрозой в будущем когда франция будет повержена Сеславин понимал это и придумал план сухопутного вторжения в индию главный источник британских богатств и ресурсов и конечно главная роль в нем отводилась самому автору который должен был отправиться в длительную полную опасности и восточной экзотики экспедицию для изучения местности и выбранную лучших путей для продвижения войск как же манились Сеславина дальние страны как же хотелось ему хитростью, огнем и мечом продираться через неведомые края но никак его стремления не укладывались в российскую политику и действительность надо сказать, что подобных идей возможного продвижения русских в Индию выдвигалось немало причем некоторые придумывались и самими англичанами просчитывавшими возможные действия и угрозы со стороны России все это получило у историков название «большая игра» игра за выход к индийским богатствам которая привела, среди прочего к Крымской войне и продолжается до сих пор в Афганистане на деле бескрайние просторы самой большой в мире страны были настолько велики что даже для их освоения не хватало не только ресурсов но и людей отсюда и постоянные приглашения иностранцев в Россию и ссылки неугодных в Сибирь пусть поднимают сибирский край и кругосветные плавания с целью как-то добраться до своих же собственных окраинных дальневосточных земель посушит и год, а то и два в один конец Россия больше заботилась о том как удержать и обезопасить свои земли нежели посягать на чужие конечно же прожек Сеславина остался без внимания чиновников опасавшихся дразнить англичан а своих денег на странижение экспедиции у него не было пора от прожектов снова переходить к делу и Александр возвращается на службу исключительно чтобы добровольцам отправиться на новую войну пора от прожектов снова переходить к делу и Александр возвращается на службу исключительно чтобы добровольцам отправиться на новую войну теперь вместо Балтийских берегов и Померанских болот его забрасывают в южные пределы в Молдавскую армию на войну с турками новым оказался не только театр военных действий не только противник вооруженный кривыми и таганами принадлежавший не только иной культуре но иной вере турки-османы и крымские татары но и виды боевых действий конная артиллерия Сеславина предназначенная для стремительных набегов на позиции врага для внезапных разящих ударов решающих успех дел и в переломный момент для скорого подкрепления терпящих бедствия войск оказалась в непривычной обстановке когда пришлось вести осаду турецких крепостей и тут гвардии поручик не сплоховал и быстро освоив осадное искусство на практике стал со своей артиллерием главным козырем при взятии крепости Разград за что и получил очередной орден восхищавшийся стратегическими талантами Суворова Сеславин с особым интересом обозревал суворовские места через которые продвигались русские войска и снова осады и штурмы крепость Шумла и звание штабс-капитана за проявленное геройство крепость Рущук звание капитана за проявленное геройство и счастливое, но тяжелое ранение в руку спасшая Сеславина от неминуемой смерти во время бесславного неподготовленного штурма в который были отправлены русские войска правая рука навсегда перестала подниматься только в локте сгибалась но Александра это не смущало адмирал Нельсон тоже был без руки а Кутузов вообще воевал без глаза а вы знаете, что Кутузову пуля дважды выбивала один и тот же глаз вспомнил об уникальном случае Мышковский сначала пуля прошла сквозь голову, выбив глаз но он чудом выжил никто не верил, что такое возможно а потом, когда он через годы снова участвовал в бою его снова ранило в тот же глаз точнее в то место, где раньше был глаз представляете, сколько на нем было рубашек при рождении минимум две, предположил удивленный Мишка фу, какие вы страсти начали рассказывать поморщилась Настасья Архиповна давайте лучше больше про подвиги и поменьше про ранения к сожалению, на войне подвиги редко обходятся без ранений вздохнула Леночка Сеславин подлечился в Бухаресте и отправился долечиваться на Кавказские минеральные воды Северная Европа, Задунайский край, Северный Кавказ немало повидал мечтающий о дальних странствиях гвардии капитан три военных кампании, ордена, боевые заслуги, ранения и стратегическое мышление все было принято во внимание военным министром Барклаем де Толе который выбрал Сеславина в адъютанты казалось, что не вяжется шабная служба с устремлениями горячего вояки но мы не забудем, что его страстью было не просто махать шашкой а проявляя воинский талант неожиданными действиями наносить противнику разящие удары так, как это делали его кумиры величайшие полководцы Суворов, Ганнибал и, даже если признаться, Наполеон Бонапарт побеждавший не числом, а умением его новый командир Барклай де Толе оказался одаренным стратегом и это не могло не повлиять на взаимную симпатию министра и адъютанта Барклай со всей серьезностью готовился к вторжению Наполеона в Россию до которого, как потом выяснилось, оставался год но задолго до начала войны Барклай де Толе, понимавший всю силу и навык наполеоновской армии начал разрабатывать план организованного отступления войск вглубь страны с целью заманить противника в ловушку измотать, растянуть его силы, усилить свои войска поднять ополчение и разгромить, разбить по частям Сеславин не мог оставить равнодушным такой неординарный план сама идея не геройски давать триумфальные генеральные сражения а вести настоящую хитрую войну на истребление ненавистного врага плохо вязалась с умами и нравами времени но отлично вязалась со стремлением нашего героя к умному и хитрому ведению боевых действий тех, кто не принимал план Барклая, Сеславин попросту называл близорукими 12 июня 1812 года войска Наполеона перешли реку Нему и вторглись в пределы российского государства лавина вооруженных полков со всей захваченной французами Европы ринулась покорять одного из двух оставшихся врагов императора на пути к мировому господству сначала Россия с ее несекаемыми ресурсами а затем с их помощью непокорная островная Британия таков был план император шел завоевывать опору для удара по англичанам французские офицеры шли за славой рядовые солдаты шли за обещанными богатствами непонятно зачем шли покоренные французами испанцы, итальянцы, немцы, австрийцы, прусаки и только самые мудрые из подвижников Наполеона понимали что все они идут за смертью напрасно отговаривал его генерал Калинкур понимавший насколько трудно будет захватить и одержать в покорности такую огромную территорию и такой многочисленный народ Наполеон триумфально наступал вперед слыша вокруг многоязычный говор проходящих иностранных полков русские отступали на четвертый день оставлен Вильна нынешний Вильнюс отступали стремительно, но организованно все как планировал военный министр еще до войны важно было сохранить каждый полк каждого солдата до того момента когда начнется истребление измотанного противника Наполеон наступал, думая, что все идет по плану оно и впрямь шло по плану только не по его, а по плану Барклая-де-Толе вступив на территорию России Наполеон, пожалуй, впервые в карьере потерял стратегическую инициативу хотя до самой Москвы этого и не понял игра пошла не по его правилам это как тот боксер, которого соперник бил-бил и выбился из сил так, что не смог уже руками размахивать провел сравнение Мишка все улыбнулись, а Леночка продолжила адъютанты не знали отдыха пока войска передвигались спокойным маршем они летали на своих конях от командира к командиру передавая донесения, команды, собирая информацию о положении дел и состоянии войск если командиры в это время спали меньше всех объезжая войска и работая по ночам с бумажками то адъютанты почти вовсе не спали загнанные лошади погибали от изнеможения а люди брали другую и снова куда-то летели не считаясь с тем, остались силы или нет не считаясь с погоды, в дождь, в жару, в грязь и в пыль не считаясь с опасностями а их было предостаточно отступающие войска часто оказывались в столкновениях с наступающим на пятки врагом адъютанты скакали под огнем по передовой и даже скрытно пробирались как разведчики по захваченным врагом районам так и Сеславин в первые же дни войны был послан на вражескую территорию разыскивать отставший пехотный корпус генерала Дорохова на одиннадцатый день в бою на берегах реки Десны Александр храбро ввязывается в кавалерийскую атаку чтобы поддержать атакованный французами русский арьергард арьергард это что такое, поинтересовалась Люся я все время путаю ну это же так просто арьергард это задняя часть войска а авангард передняя как можно перепутать упрекнул Мышковский раздосадованный, что и интересный рассказ был прерван таким бестолковым вопросом очень даже запросто можно перепутать возразила Люся так же запросто, как Сеня путает кашпо и кашне а что, есть разница? и задавался этим вопросом если знали, что придется отступать для соединения войск, то зачем вообще их было разделять? что заставило? твоя география, ответил Еленочка что это значит? размеры-то страны какие огромные разве их одной армией прикроешь? а куда Наполеон ударит, разве угадаешь заранее? вот и пришлось разделить основные войска на две армии ударить с севера одна армия принимает удар, другая спешит на выручку с юга и наоборот логично, согласился Мышковский да, ну а пока Багратион со своей армией не подошел нужно было задержать наступление французов и главнокомандующий Барклай-де-Толе вызывает к себе двух лучших своих помощников адъютанта Всеславина и Левенштерна наделяя их особыми полномочиями они практически представляют главнокомандующего в предстоящем сражении Барклай отправляет их вместе с пехотным корпусом генерала Астермана Толстого на встречу наступающему противнику которого они встретили и в жестоком сражении задержали на целый день у белорусского городка Островно адъютанты, приданные графу Астерману храбро и умело командовали флангами а сам он удерживал центр с наступлением темноты корпус Астермана, передав эстафету по сдерживанию противника генералу Коновницыну отправился на отдых поправлять силы но адъютантам отдыха не снился на следующий день они снова в бою теперь уже вместе с новым отрядом на новой позиции два дня, два сражения и снова отступление теперь уже к Смоленску а для Сеславина третий день боев подряд теперь он вместе с войсками генерала Палина прикрывает отступление армии и создает у Наполеона обманчивое впечатление, что армия готовится к генеральному сражению а не отступает три славных дня сделавшиеся Сеславина не только генералом, но и полковником на сороковой день войны под Смоленском армии воссоединились первая задача решена теперь нужно заманивать, растягивать и изматывать войска противника пусть поперхнется Наполеон тем громадным куском пирога на который разинул роток и здесь, под Смоленском получит первую серьезную трепку А Сеславин снова отличился да еще как в рукопашной схватке плечом к плечу с другими офицерами штаба спас своего главнокомандующего которого чуть не захватил в плен прорвавшийся вброд через Днепр отряд противника вот вам и штабные крысы в рукопашной Смоленск французы взять не смогли но Барклай снова отдает приказ отступать и оставлять город и снова Сеславин в самом пекле прикрывает с отрядом генерала Коновницына отступление арьергарда русской армии личным примером поднимая солдат в контратаке а на следующий день с гусарами графа Орлова-Денисова носится по полю боя в лихих кавалерийских атаках и потом еще две недели находясь в арьергарде почти ежедневно принимает участие в арьергардных боях да откуда ж столько силы взять человеку он что двужильный был? удивилась Люся тогда уж восьмижильный уточнила Изольда Марковна и не он один справедливо заметила Леночка в арьергарде принимая на себя удар французов ежедневно сражались сотни офицеров и солдат которые даже после боя не могли отдохнуть в тяжелых походных условиях лишенные малейших бытовых удобств даже поесть удавалось не каждый вечер бои, бои, непрерывные бои а от важного адъютанта не разит ни пуля, ни ядро когда-то уже должен прийти конец везению и он пришел Сеславин ранен в ногу пора в тыл лечиться ну, наш герой уже на следующий день в бою вот такая штабная адъютантская служба вот такое отступление не видать бы Наполеону генерального сражения вообще но толпа, не понимающая, что на войне побеждает не тот, кто кричит «Ура!» а тот, кто думает головой спускала все больше и больше собак на Барклая-де-Толле его все чаще и чаще обвиняли в трусости и даже предательстве дескать, какой же он русский с такой фамилией продался французам войска назначают верховного главнокомандующего Голенищева Кутузова толпа торжествует наконец-то русский правит балом вот теперь будет драчка но Михаил Ларионович битый и тертый суворовский воин знает цену победам и горечь поражений в отличие от недалеких и крикливых умов он понимает, что наша задача выиграть войну, а не сражение будь его воля, он бы тоже, может, обошелся без Бородино ну разве что потрепал бы Наполеона малыми силами и ушел но при таком давлении, которое сложилось в армии и при дворе ему пришлось принимать генеральное сражение здесь, на Бородинском поле повела Леночка рукой вокруг и продолжила затемно Барклай-де-Толе и двенадцать его адъютантов включая раненого в ногу Сеславина выехали на позицию возле деревни Горки с рассветом началась пушечная и ружейная пальба сплошные тучи полков наползали на русских егерей каких егерей, удивилась Настасья Архиповна лесников на поле привели, что ли? да нет же, опять расстроился Мышковский тому, как женщины совершенно не подкованы в военном деле егерями называли ту часть пехоты которая действовала не в строю, а рассеянными группами постоянно перемещаясь и усложняя противнику задачу а другая часть пехоты стояла строем согнутыми рядами и вела оружейную пальбу это были мушкетеры средневековье какое-то, фыркнула Настасья Архиповна да, тут вы правы, заметил Мишка за два века армия и война изменились больше, чем за предыдущие полтысячи лет до Бородино но и тогда уже прогрессивные полководцы понимали, что все надо менять оправдывала Леночка, стратегов прошлого уже тогда в предписании Барклая перед сражением указывалось что нужно больше перемещаться, маневрировать не подставлять войска под огонь противника не прикрывать свои батареи войсками, давая противнику лишнюю мишень а выдвигать их на защиту только в момент непосредственной на них атаки зарождалась современная маневренная война Леночка, вы меня восхищаете, воскликнул Мишковский вы откуда такие слова знаете? Яков Сергеевич, я же историк а история написана войной приходится разбираться в военной тематике ну вы неплохо разбираетесь, должен вам сказать похвалил Леночку капитан Леночка смутилась и продолжила войска Наполеона напирали и напирали и числом, и умением через несколько часов настал миг славы Сеславина Барклай направил его на центральную батарею с подкреплением из двух кавалерийских рот полагаясь на своего адъютанта как на самостоятельного военачальника главнокомандующий не стал давать ему детальных наставлений и доверил самому принимать решение как использовать резерв подъезжая к батарее Сеславин увидел сквозь дым что французы уже захватили этот форпост центральную, главнейшую из всех оборонительных позиций а наши войска в смятении скатываются с холма адъютант не растерялся и ринулся вперед выкрикивая команды отступающим солдатам и офицерам а для пущей вескости добавлял от имени главнокомандующего не знаю, помогло ли имя главнокомандующего но увидев его раненого адъютанта храбро несущегося на своем боевом скакуне с обнаженным клинком на врага от которого они убегали отступающие солдаты и офицеры повернули и ринулись в рукопашную отвоевывая захваченную батарею подоспело еще подкрепление французы не выдержали яростного штыкового натиска и отступили решительные, лихие, отчаянные по храбрости действия Сеславина первым врубившегося в массу врагов и увлекшего за собой дрогнувшие войска в один из самых критических моментов Бородинского сражения решили исход дела в этом эпизоде в нашу пользу а может даже и спасли русские войска от полного и скорого разгрома таких эпизодов в тот день было множество с обеих сторон солдаты, офицеры, генералы совершали ставшие легендарными подвиги и для самого Сеславина все тоже не закончилось этой контратакой весь день он вместе с другими адъютантами и Барклаем, не покидавшим передовую рисковал жизнью под пулями и ядрами а после полудня снова у подножия центральной батареи Сеславину пришлось испытать свою воинскую удачу да и сам главнокомандующий Барклай де Толе как заправский кавалерист ринулся в сопровождении своих адъютантов в рукопашную контратаку возглавляя элитный конный резерв много часов кавалеристы рубились невзирая на чины генералы против солдат офицеры против генералов удача не покинула Александра и к вечеру, когда все закончилось он понял, что снова остался жив и даже чудом избежал новых ранений птица удача взмахнула крылом над Сеславиным и вслед за ней прилетела птица Слава Леночка уже давно стояла на ногах восторженно размахивая руками справа, слева, как будто сама вертелась верхом на коне, размахивая саблей а когда расправила крылья, изображая птицу Славу восхищенные друзья восторженно зааплодировали как красиво охнула Изольда Маркова да, Сеславин увидал наконец над собой птицу Славу но она все еще была высоко и далеко ведь в тот день сотни героев рисковали жизнью и совершали подвиги Александр так и затерялся бы в их числе но вскоре произошло то, что навсегда вписало его имя в историю как? это еще не все? удивилась Люся и это был только долгий путь Сеславина к Славе а слава была впереди осенью, когда вокруг отданной Наполеону Москвы и на всей территории захваченной врагом поднялось народное и поддержанное военным командованием и войсками партизанское движение Сеславин тоже получает свой гусарский партизанский отряд вот это было дело вот это уже было по душе молодому тактику и стратегу разить врага со всей военной хитростью постоянно маневрировать, быть неуловимым искать противника, упреждать, предугадывать вот тут Сеславин развернулся главной же своей целью он поставил не просто уничтожать врага а непрерывно, скрытно вести разведку боем он стал глазами русской армии в тылу французов вплоть до самого их окончательного изгнания из пределов России партизанские отряды Дениса Давыдова, Александра Фигнера, Василисы Кожиной вошли в историю но Сеславин и здесь взлетел выше всех Наполеон уходил из пылающей Москвы Кутузову любой ценой нужно было заставить его отступать под той же опустошенной местности, которую тот разграбил во время наступления лишить французов продовольствия, уморить голодом людей и лошадей и стрепать бесконечными нападениями партизан и регулярных войск такова задача но для этого русская армия, как ни странно это звучит должна была сначала разыскать и поймать французскую армию казалось бы, что тут сложного ведь армия не крохотный партизанский отряд но на деле все гораздо сложнее Кутузову со своей армией удалось уже перехитрить Наполеона и увлезнуть от преследовавшей его армии маршала Мюрата теперь Бонапарту нужно было сделать то же самое Кутузов ожидал его отступления по старой Калужской дороге но он скрытно свернул на новую и попытался обойти поджидавшие его русские войска и вывести свою армию на неразоренные еще просторы когда Сеславин во время своей разведывательной вылазки наткнулся на французов он с каким-то мальчишеским дерзким азартом подобрался к ним так близко что забравшись на дерево оказался почти над самой дорогой по которой непрерывным потоком шли колонны отступающих войск каково же было удивление Сеславина когда он увидел под собой карету с прыжающим в ней императором вернувшись из разведки он удивился еще больше потому что его рассказу просто не поверили оскорбленный Александр с присущей ему горячностью предложил попросту отправить его на расстрел это лучше чем терпеть такое унижение ситуацию спасли показания приведенного Сеславиным пленного француза который подтвердил все что говорил командир партизан своевременно извещенный Кутузов буквально поймал скрытно убегавшую армию Наполеона и дал ему победное сражение под малый Рославцем заставив отступать по разоренным землям без преувеличения можно сказать что лихость и дерзость полковника Гусара одного человека повлияла на весь дальнейший ход войны разгром Наполеона и даже в конечном итоге на спасение всей Европы от тирании французского императора ну ты загнул а не выдержал Мишка а что? поддержал Леночка Мушковский вполне справедливо не обнаружил Наполеона в ту ночь неизвестно чем бы все обернулось Наполеон набрался бы сил на разоренных землях остался бы в России пригнал бы из Европы подкрепления а дальше война на долгие годы так бы и было Яков Сергеевич а так вся его российская кампания продлилась полгода три месяца триумфа и три месяца позора Сеславин же в один день стал всеобщим кумиром о котором говорила вся армия весь петербургский свет вся страна вот когда он не просто повстречал птицу славу но и поймал ее за хвост браво, Леночка, захлопал капитан браво, поддержали его друзья не мне браво, Сеславину заскоромничала студентка впереди у него был еще долгий путь до российских границ схватки с врагом при освобождении Европы он даже однажды чуть не схватил Наполеона разменувшись с ним в городке Ашмяны всего на час вот это было бы уже слишком птицам снова не выдержал Мишка видимо и птица слава подумала точно так же шесть ранений, шесть орденов генеральский чин вся Европа измерена ногами и копытами неизгладимый след в истории Сеславин получил все, что хотел но славы и признания ему до последних дней казалось мало птица слава не имеет привязанности и при первой же возможности спешит улизнуть из рук удальца после войны Сеславин много путешествовал по Европе несколько раз с риском для жизни пересекал по высокогорным перевалам Альпы повторяя маршруты дерзких маршей Суворова, Ганнибала и Наполеона и в его отсутствие интерес к нему в России ослаб он впал в немилость царя оскорбленный герой ушел в тень и вторую половину жизни посвятил абсолютно мирным делам пытался внедрить передовые сельхозтехнологии в своем волжском имении безуспешно преодолевая темноту и безразличие своих крестьян земледельческие реформы стали новой страстью целиком захватившей этого приимчивого и до последних дней энергичного и активного человека «Подожди-ка, Леночка, а где же в твоем рассказе про лихого гусара обязательная романтика?» «Как ты удивился, Мишка?» «Настасья Архиповна, вам что, было мало романтики?» «Сдалась мне ваша армейская романтика?» «А где чувства? Где разбитые сердца? Где счастливая любовь и долгая семейная жизнь в конце?» «Жизнь и вправду получилось невероятно долго», – улыбнулась Леночка Сеславин дожил до глубокой старости и умер, когда ему было уже за 80 А вот с любовью дело не сложилось Была у него любовь, да ничего не вышло «Эх, такой мужчина пропал бестолку!» Разочарованно вздохнула Настасья Архипова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok